НАТО ВОМП угрожает России и когда это кончится, рассказал постоянный эксперт накануне ТВ президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. С одной стороны, там вроде Шараном борется с КНДР, а с другой стороны, они сами являются анициаторами этого движения. Попорники мира собрались менять старые ядерные бомбы на новые, о чем забывают упомянуть многие наши СМИ. Здесь нельзя говорить о возрастающей угрозе для России, считает эксперт, так как эти бомбы американцы разместили на территории Германии еще до заключения договора о нераспространении ядерного оружия. Да и под этот договор бомбы не попадают. Они относятся к категории тактического ядерного оружия, а оно не ограничивается, потому что американцы неоднократно ставили этот вопрос. Но тактическое ядерное оружие России, оно является неким компенсатором быстрому глобальному удару и вообще распространению высокоточных средств поражения и оружия на новых физических принципах. И, скорее всего, это было у них в планах, и модернизация происходит, как правило, в сфере тактического ядерного оружия и у нас, и у них в сфере повышения безопасности его хранения, их эксплуатации, молчания и так далее. Но они ему придали такое политическое излучение к этому вопросу. Нам, соответствующим образом, можно реагировать политико-дипломатическими мерами, ну и, естественно, продолжать свою практику восстановления вооруженных сил, усиления оборонного потенциала и, конечно, создание глуперов, которые могли бы фарировать угрозы, исходящие от США и НАТО. Американцы увязали обычное плановое мероприятие со своей военной доктриной, где главным врагом назначена Россия. Но свою агрессию, оставаясь в безопасности за большой лужей, они навязывают европейцам. А те безропотно поддаются. В чем же причина? Европейцы там есть трезвые, там умных мало в Европе. Тех, которые могли бы спрогнозировать развитие ситуации, не допустить, по крайней мере, обрушения конструкции Ближнего Востока. В лице Ирака, Ливии, Сирии, Египта. И просчитать впоследствии. Во-первых, мудрости не хватает, а во-вторых, самостоятельности. Вот они принимают там решение, американцы, они не уходят и дальше не организуют протестные движения. И сами политики набирают в рот воды. Американцы этим пользуются. Но где-то будет критический такой момент, и я думаю, он уже в ближайшие месяцы даже может наступить, когда Европа начнет организованно сопротивляться американскому диктату. Их прижмут и беженцы, их прижмет и официальноэкономическая ситуация. И главное, прижмет угроза нарушения их безопасного спокойствия. Поэтому они тогда организованно начнут сопротивляться Америке. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok